Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой-Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Сегодня у нас в гостях Юрий Савкин Концертмейстер первых скрипок симфонического оркестра Латвийского оперного театра И говорить мы будем с вами и о скрипке О симфоническом оркестре А также и о музыке Вивальди Здравствуйте, Юрий Здравствуйте Начнем мы с афиши Как обычно, 7 ноября Как раз оперный театр В котором работает Юрий Савкин Будет балет «Три мушкетера» По драме Александра Дюма Музыку написал известный современный чешский композитор Ян Кучера Достаточно импозантный современный спектакль Интересный композитор И в музыке очень преобразовалась стилизация музыки эпохи барокко 20 века И, как говорил Юрий За кадром, что даже можно услышать отголоски Пиратов Карибского моря Такой интересный спектакль Будет показывать оперный театр 7 ноября в четверг в 19.00 8 ноября два интересных мероприятия В Большой гильдии Синфониэта Рига Представляет концерт Моцарта Будет концерт для Волторны и струнных Вольганга Амадея Моцарта И солировать на Волторне будет Йоханнес Хихтенхольтер А также будут, помимо концерта для виолончели и струнных Различные музыкальные шутки Наверное, Моцарт – это единственный композитор Про которого можно сказать Что концерт для Волторны и музыкальные шутки Как вы считаете, Юрий, есть ли еще композиторы Которые писали музыкальные шутки? Ну, среди таких вот, в принципе, с чувством юмора Среди вот таких вот классических композитов Это, конечно, Юзеф Гайд Уже, если вспомнить его прощательную симфонию Да, это когда все музыканты просили отпуск у графа Эстерхази И их не отпускали долгое время И Гайден написал прощальную симфонию при свечах Да, при свечах И еще одна симфония, где он хотел разбудить Засыпающую публику Симфония с ударами С ударными инструментами Я, кстати, хотела рассказать еще Договорить про симфонию прощальную Так как князь Эстерхази совершенно не хотел отпускать Распускать оркестр в отпуск Юзеф Гайден написал такую забавную симфонию Которая оканчивается тем, что постепенно Каждый музыкант тушит свечу и уходит И остается в конце только один скрипач Который также гасит свечу и уходит Князь Эстерхази все понял И отпустил музыкантов в отпуск Вот такой юмористичный был Юзеф Гайден Кстати, он был обласкан своим князем И в конце жизни получил вольную И хотя даже получил вольную Все равно оставался жить при дворе А симфония с ударными тоже очень интересна Потому что симфония это было развлечение Всегда после знатного обеда После большой трапезы Люди, знатные дамы и господа Садились послушать Естественно, начинался храп И именно в такие моменты Вступали ударные И летаврами громко-громко Обудили всех заснувших Ну, кстати, они современники И Вивальди, и Моцарт, и Гайден Конечно, современники А вот, кстати, они встречались? Я знаю, что они переписывались Гайден и Моцарт А вот насколько они встречались? Ну, я не знаю Я не знаю, что это в них Но вот еще два современника Бах и Гендель К сожалению, они все-таки не встретились Да, при этом Бах очень хотел встретиться с Генделем Но почему-то Гендель всячески избегал этих встреч Притом он был знаком с сыновьями Аганна Себастьяна Баха И дружил с ними Возможно, Гендель не захотел Все-таки фантазия У кого пьеса, где встречаются Бах и Гендель И они между собой переговаривают Ой, я даже не знаю, что это за фантазия такая Ну, вот еще есть фильм по этому сюжету Игра вечера в четыре Нет, ужин в четыре руки Да И встретились Бах и Гендель И каждый, так сказать, по-своему Выносит свою мысль Касательно жизни, музыки И то, что будет публика Ну, как интересно Надо будет посмотреть Ну, кстати, о скрипке В принципе, эпох классицизма и Моцарт Конечно же, ассоциируется и со скрипкой Вот, когда пианисты учатся в музыкальной школе То, наверное, главный композитор Который проходит красной нитью С первого класса по седьмой Это Иоганн Себастьян Бах Всегда есть полифония Всегда есть в программе сочинение Минуэты, бурре Самая различная полифоническая музыка Из нотной тетради Анны Магдалины Бах Которая была второй супругой Иоганна Себастьяна Баха А вот у скрипачей Есть такой композитор Который проходит в каждом полугодии В каждой программе Которая его носит действительно на экзамен Ну, вот у скрипачей нету такого Чтобы вот Все-таки Бах имеет ступенчатость Скажем, его хорошо темперированный клавер Или инвенция Которая подготовка Ну, даже до инвенции То есть у него именно вот эта нотная тетрадь Анны Магдалины Бах Да, да, и у скрипачей, конечно же, имеется в репетаре и Бах, и Вивальди Его детские концерты знаменитые Ну, видимо, это те концерты, которые он писал для своих учеников Да, когда он обучал девочек в консерватории Ученики несложные И ученики примерно Вот если вот такая Такая среднестатистическая Статистическая Школа Ученики такой школы В общем-то, в принципе, уже играют Где-то, ну, во втором-третьем классе И, ну, так, чтобы вот Как говорится Одной ленты Ну, вот, нет Вот, с первого по седьмого класса Есть Все-таки произведения Которые отличаются Ну, яркой образностью Ну, вот, тоже, вот, опять же Танцы Старинные танцы Старинные танцы Старинные танцы Сказочные персонажи Вот И Вот, опять же Детский альбом Некоторые, может быть, произведения И Такого-то плана Вы родились в Лиепае Окончили там музыкальную школу Во сколько лет начали играть на скрипке? И кто у вас отдал на скрипку? Ну, у меня довольно стандартная ситуация Это когда начинаю заниматься с подготовительного класса Подготовительный класс – это 6 лет Возраст 6 лет И Да, вот, в принципе, предпосылкой к этому являлась Насколько я Мне рассказывали, что я пел И пел не то, что просто Что сбредет В голову А именно те песни, которые я слышал Вот Мои родители, вот, вместе со мной Вот, они шли на концерты Каких-нибудь Эстрадных певцов А я потом пел их песни Вот это память Соседи Как раз работали Там две сестры Были такие преподавательницы музыкальной школы И они вот как раз посоветовали мне туда обратиться А почему именно скрипка? А вот посоветовали, вот, после проверки, так сказать, на слух Какой у меня слух и ощущение ритма В общем-то, в принципе, настаивали Учиться на скрипке Отец не хотел Поначалу Хотел на аккордеон Еще что-то вроде такого Что-то более душевное Близкое к народу Знаете, если не хотите Испортить Уже слух, который у него есть Лучше отдайте на скрипку Таким образом, я начал обучаться На этом инструменте Соседи не пожалели? После того, как посоветовали Что самое интересное Я жил в коммунальной квартире Соседи были разные Но были все веселые И мы очень понимающих друг к другу относились И это, в принципе, совершенно ничего не имеет общего С тем, что показывают в фильмах Или каких-нибудь таких вот роликах Про коммунальные квартиры тех времен Совершеннейшая ерунда И я даже порой Вот я, скажем, когда я в училище уже учился Порой даже до 12 ночи играл Развлекали соседей Они ничего Не реагировали Ну, вам повезло с соседями Просто повезло с соседями Может быть Может быть Я этому не исключаю Я помню, когда я обучалась Еще на фортепиано в Оренбурге В музыкальном колледже Соседи очень нервничали Но я была еще очень усердным ребенком И репетировала вплоть Гаммы, этюды И однажды выключили свет Я подождала какое-то время Свет не включают Время идет Надо заниматься Я сажусь играть И говорят Иди включи свет Ты видишь, девочка играет Я их ввела в заблуждение Но зато какая была радость У всех соседей Когда они узнали Что я поступила в Московскую консерваторию Меня так Меня встречали с такой радостью И родители говорили Что даже родственники так не радовались Мамины братья и сестры многочисленные Когда узнавали Что я поступила в Московскую консерваторию А соседи были просто счастливы И вот, кстати, скрипка Это инструмент еще более сложный Для восприятия именно Когда ты занимаешься Особенно, конечно, в начальные периоды времени Когда идет освоение инструмента Уже как таковое Когда дети берут инструмент в Риге И извлекают из них Вот скрипка же Как бы это легче сказать Скрипеть Скрипеть Да, да То есть сначала звук даже не появляется Название инструмента Действительно очень подходит тому Что извлекается Ими Наверное, может быть От этого что-то произошло Когда появляется первый звук Когда первый звук появляется Вот этот скрип Ну, мне отец, конечно, рассказывал После Уже когда Уже Более Вырос То есть Что Он не знал, куда себе деть Занимался Еще вот маленький Занимался на скрипке Ну, честно говоря Мне этот инструмент Я не питал Никакой заинтересованности К этому инструменту То есть вы были просто усердным Трудолюбивым ребенком Ну, я не был ни трудолюбивым Ни усердным Мне просто Как-то все получалось И Ну, а сейчас-то вы скрипку любите? Единственное, мама Нет, ну Сейчас это уже Другое дело Другое восприятие Другое Воззрение на этот инструмент И вообще на музыку Естественно Там Как-то иначе Вот Периодически мама Меня заставляла играть Она была более продвинутая В музыке То есть она хоть и Не музыкант Но тем не менее Игра на локитаре И кое-что Знала из нот И Один эпизод был такой Что По-моему Что-то из Чайковского Игры Нужно было выучить Из времен года Кстати По-моему Осенние песни То ли осенние То ли Не помню Мама не знала Эту музыку Но она знала Как пишется ритм И она по ритму Меня Монструвала Что Правильности Игры Ритмические игры Мне тоже Нужно было Напрягаться Насчет нот То есть С листа Я не могу Это сыграть И поэтому Я начал фантазию То есть Сам сочинял Импровизировать Да Но в пределах Того ритма Который Написано В нотах Фантастика Она говорит Еще раз И я еще раз Повторял то Что я сочинил Когда она была Удовлетворена Все Можешь Теперь уже Можешь глядь на футбол Что-то вроде Ну Если конечно Не брал скрипт Ну сам я не брал Конечно И Только С Поднесения Если можно так сказать Родителей Что Иди-ка Позанимайся Да Ну а когда уже Появилась такая осознанность И желание играть На инструменте Заниматься Совершенствоваться В таком возрасте Трудно сказать У меня все Как-то волнообразно Это все Это происходило Ну в принципе Это в училище А в училище По собственному желанию Или опять-таки По наказу Я в принципе Осознавал Что в общем-то В какой-то степени Я вот По этому пути Иду Потому что Мне все сулили Этот путь Большой Я да Я в принципе Не сопротивлялся И Мне это Вполне Так сказать Достаточно приемлемо И Каких-то планов На то Чтобы Играть Концертировать У меня Не было Просто Чисто Вот Рациональный подход Что я Скажем Закончу Учиться Потом Иду Пойду в педагогию И Так сказать Играть В оркестре И Тогда вот Уже чисто По Зарплате Если можно так Назвать Еще такие В те советские Времена В те времена Это было престижно Музыкальный педагог Это было престижно Вот И Но Я поступил В училище Без особых В общем-то Затруднений Немножко Позанимался Побольше И Как-то Получилось Туда Поступить Ну Сам Импульс Сам Импульс Из того Желания Постичь Этот инструмент У меня Появился Вот Это был Действительно Мощный Импульс Приехал В Лепию Тогда Очень известный Скипач Виктор Пикайзин И Он Сейчас Всемирно Известный Ему Сейчас По-моему Где-то Около 90 лет Ну Тогда Ему Было Где-то 40 Где-то Так 50 Играл Со своей Дочерью Татьяной Пикайзин И Я Тогда Действительно Был Ошарашен Его Игрой Это Фантастические Как это Сказать Совмещение Вот Такой Сильной Волевой Игры С Необыкновенной Человечностью Вот Такой Которой Все Проникающей Вот Она Сразу Проникает В душу Я Был Просто Раскрыв Рот И Его Слушал И Дал Несколько Концертов В Конце Это Еще Было Лепойское Лето Была Традиция Татьяна Пикайзин Играл Чайковский Для Фантапиана И Виктор Пикайзин Для Скрипки Танцер Чайковского Это Небывалый Случай Чтобы Лепойская Публика Встала На ноги И Аплодировала Стоя Этому Инструменту Вот В принципе Этот С этих Времен У меня Начались Вот такие Осознанные Отношения С С С С У нас В гостях Юрий Савкин И мы Продолжим Наше Общение После Небольшой Рекламы Мы Продолжаем Нашу Передачу Культурная Среда И В студии Я с вами Елена Привалова Помимо этого Также будет Двойной Концерт Для скрипки Виолончели И органа И С нами Также в этом Концерте Играет Ирина Валежанина Выпускница Московской Консерватории И Она 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 Исполнит Концерт Для До Мажор Для Виолончели И Органа Хотя я Говорю Для Органа На самом деле Все Написано Для Сольных Инструментов И струнного Оркестра Ну а мы Сделали Замечательную Аранжировку Для Нашего Трио Сложившегося Трио Это Юрий Савкин Скрипка Ирина Валежай На Виолончель И я Елена Привалова Орган И Концерт Чем необычен Этот день 9 ноября В 18.00 Будет полная Программа Это двойной Концерт Концерт Для Скрипки Виолончели Концерт Для Виолончели Концерт Для Органа В аранжировке Баха И полный Цикл Времена Года А вот В 15.00 Мы делаем Детский Концерт Он будет Немного Сокращен На 55 60 минут Там будет Полный Цикл Времена Года И Органный Юрий Скажите Как Вы Считаете В каком Возрасте Нужно Начинать Слушать Классическую Музыку И можно Приобщать Детей К классике Да в любом Возрасте Начиная С трех лет Ну видите С трех лет Все таки Не с пеленок С трех лет Даже Может С пеленок С трех лет Это я просто У меня В голове Присылась Такая цифра Просто иногда Даже с трех лет Уже начинает Обучать На скрипке Поэтому я Эту цифру Употребил А хороший возраст Начинать Скрипки С этого возраста С трех лет Знаете Уже Иногда Как вам сказать Только не говорите Что это уже поздно Как на Сузуки После трех Уже поздно Некоторые уже Заканчивают Некоторые уже Ознакомляются С классической Музыкой Еще до того Как они родились По понятным причинам Когда выступает Будущая мама На сцене И такое Тоже Есть Так что И Даже Еще до рождения Уже подают Знаки Своего отношения К той или иной Музыке Своими движениями Своими Так сказать Реакциями Поэтому Какого именно Возраста Тут не имеет Это абсолютно Значение Совершенно не имеет Дети музыкантов Они уже С самого рождения Может уже Пресещают Репетиции Музыкантов Скажем Театральных Детей Спектаклей Репетиции Спектаклей Потому что Дома оставить Ребенка Один с кем И Уже При этом Происходит Приобщение Ну а С другой стороны Приобщить Можно Еще только Тогда Когда Сам Ребенок Этому Способствует То есть Если у него Совершенно нет К этому Интересно То есть Конечно К классической Музыке Приобщить Уже Труднее Ну это Обычный Такой Ну на самом Деле Классическая Музыка Конечно Для многих Родителей Которые Не музыканты Которые Не ходят На классическую Музу Которые Предпочитают Себе Больше Эстрадную Музу Ходить К театр К театр Им кажется Классик Классик Это скучно Так Вот Я могу Сказать Что Антонио Вивальди И цикл Времена Года Это одно Из немногих Произведений Которые Совершенно Не скучно И Можно Было бы Даже Назвать Концерт Как Нескучная Классика И повести Мне кажется Совершенно Любого Ребенка На это Произведение Дело в том Что Времена Года Это Произведение Одной Из первых Эпохи Барокко Программное Антонио Вивальди Предпослал Каждому Концерту Сонет И в принципе Как вы уже знаете Что это весна Лето Осень И зима В каждом Концерте По три части Так же Как Тремен Месяца В каждом Времени Года И Вивальди Можно сказать Иллюстрирует Тексты В весне Мы можем Услышать Щебетание Птиц И это Кстати Очень красиво Звучит В нашей Аранжировке Для скрипки И органа Такие Переклички И В лете Совершенно Грандиозная Гроза Которая Узнается Даже Если Не Прочитаешь Сонет В осени Песни Крестьян А затем Просто Гениальная Охота А в зиме Слышано Как вот Потрескивает Мороз В самом начале Как люди Притоптывают Для того Чтобы согреться Или песня Или Прям По второй Часть Слышится Как тройка Едет На соне Да То есть Абсолютно Иллюстративная Музыка Которая Не требует Сложности Восприятия И мне кажется Вивальди Это то произведение С которого Можно начать Знакомство Это достаточно Такая прозрачная Музыка Действительно Это Можно сравнить С Изделием Из хрусталя Вот так Вот Блеска Прозрачности И вместе С этим Вот Образные Я не хочу Сказать Насыщенности А вот Образные Яркости Если Да Вот так Будет Правильнее Какие у вас Отношения И образность Вот эта образность Конечно Сильно Воспринимается И тем более Детьми Которые В общем-то И мыслят Образно Они сразу Все это Как бы Представляют Да Представляют Ваши отношения С временами года Это в принципе Произведение Когда я училась В Московской Консерватории Являлось Так сказать Визитной карточкой Каждого скрипача Не было ни одного Скрипача Который бы Не выучил Времена года И не играл бы В любом составе Там Или с фортепиано Ну и конечно Прекрасно играть Со струнным оркестром Как у вас Сложились Времена года Ну Эту визитную карточку Я приобрел Два года назад Не больше Мне кажется Уже три Все-таки Ну два года Ровно два года Тогда Тогда Мы вот сыграли Зиму В церкви святого Павла Мы начали с зимы Да Причем Я тогда Как-то не решал Ну я в общем В принципе Давно уже решался Выучить Весь цикл Но все-таки Это как-то Откладывалось В долгий ящик И не было Такой особой Острой надобности В этом Но все-таки Желание было И вот Когда Было предложение Сыграть Это мы в церкви святого Павла Я как-то Я как-то немножко Как-то почувствовался Неуверенно Насчет всего цикла Причем за месяц До месяца За месяц Предложение Ну мы сначала Сделали зиму Сначала зиму Ну а тогда предложили Давай зиму Сыграем А потом получилось так Что Было предложение Сыграть С квартетом Через две недели Да Я как-то И хотел И кусалось И Все-таки Вот эта зима Сыграла Ключевое Слово Роль Ключевой Роль И я Тогда Освоил Все остальные Три Времена года За две недели За две недели Гениально И сыграли квартетом Ну в принципе Вот с этого Все это пошло Вот такой удачный момент Ну а кстати Неужели ваши педагоги Не предлагали вам Времена года сыграть И в училище И в колледже У кого У кого учились Учитывая еще Мою такую В общем-то В принципе Безлаберность Отношения к инструментам И в училище Тоже Отчасти И музыкальном И даже В академии То есть музыкальной школе И даже в академии То как-то вот так вот Не пришлось Выучить Этот цикл Моими педагогами Мне было два педагога Великолепные педагоги И как люди И как вот Действительно С педагогической точки зрения Они Я всегда описываю Со всеми большими боками Вот в Лепое Педагог Людмила Скинч Она закончила Ростовскую консерваторию Ростов-на-Дону И в принципе С самого начала С шести лет Она у меня преподавала скрипки До конца училища Да Она Потрясающе Она вложила Необыкновенное количество Сил Отдала Можно сказать Душу И вот Прекрасно Что действительно Я очень Ей признателен Очень благодарен Я вот всегда Сейчас вот Не всегда Правда получается Но когда я приезжаю в Лепое Прихожу к гостю Ему уж тогда За бокал вина Вспоминаем белое Рассказываем Про настоящее Мечтаем о будущем Что называется И вот так вот Мы болтаем В академии Когда я приехал В Ригу В академии Учился у профессора Владимара Шелегова Он Причем еще у него Есть образование Архитектора Сначала архитектуру Закончил Еще тоже То есть У него Человек-легенда В педагогическом смысле У него Несколько Драконические меры Так сказать Преподавания То есть В принципе Это тогда было Присуще В те времена Такой метод И такой метод Не возбранялся По сравнению С тем Что происходит Сейчас И вот такие Вот были Две легенды Насколько я знаю У нас Это был Абрамис И В Дарзине Школе Дарзине И вот Владимар Шелегов Фактически За Владимаром Шелегом Стояло Посреднее слово Ну вот Ну его сейчас Нет в живых И Фактически Когда я поступил В консернаторию Уже 76 лет И И он тогда Мне Просто Как это сказать Дал понять Что такое Отношение К скрипке Что такое Отношение К тому Что ты Как ты занимаешься Для него Не существовало Никаких каникул Хоть даже Летних каникул Даже Новый год Но чуть-чуть Новый год Это другое дело А Но зимних каникул Не было Всегда нужно Было Заниматься Да Да Летом иногда Даже к нему Домой Идти Играть Да Один раз Я приехал По незнанию Таковых Правил Я уехал В Лепию На две недели Ну как это полагается На зимние каникулы Я приезжаю И вести биллион Меня встречает Говорит Где вы были Спрашивает меня Говорит Владимир Николаевич Я Я в Лепию Завтра на урок Боже мой Я бегу Сразу в общежитие Мне нужен был Четвертый концерт Моцарта Я Беру ноты Начинаю листать Что-то проигрывать Что-то как-то вот так вот Быстро учить Так ага Вот эта страница Да ага Это пойдет Это пойдет Это пойдет Прихожу в урок Дальше двух тактов Мы не шли Минут Тридцать Мы выжили Эти два такта Урок длился Три часа А потом целая лекция О том Что надо заниматься О том Да Об отношении Всего Тому Что я делаю Целую лекцию Он прочитал И это Я эту лекцию Заполнил Надолго Он сказал Это даже прилично Нельзя назвать И поскольку Времени вы занимались Когда обучались И сколько сейчас Ну по разному Поскольку Я уже говорил Что у меня Вообще-то В принципе Все происходит Как-то волнообразно Нет такого Однозначности Занятий Поскольку У меня такое Как наплывы Такие вот И занимаюсь Мог заниматься Очень много И Я помню Один раз Было даже Но это было Только один раз В пределах Трех дней Подряд И занимался Двенадцать часов Но после этого Каждый день Три дня Да Больше такого Я не делал И никому Не советую И Я понял Что так Так нельзя Так просто нельзя И Насчет занятий Вот иногда Вот многих Интересует Сколько занимается Музыкант И Кстати Я Очень согласен С одним музыкантом Пианистом Который Задали Такой вопрос И он сказал От нуля До восьми часов Да От нуля Дальше уже Варируете Как хотите В зависимости От программы Наш гость Юрий Савкин Скрипач Концертмейстер Первых скрипок Симфонического оркестра Латвийской оперы Выступает Сольным концертом Девятого ноября Сразу два Сольных концерта Это Вивальди Времена года Двойной концерт Для скрипки И виолончели Первый концерт В пятнадцать ноль ноль И второй концерт В восемнадцать ноль ноль В церкви Святого Иоанна Это Яне Базница Десятого ноября В Малой гильдии В девятнадцать ноль ноль Продолжение Девятнадцатого Баховского фестиваля Директором И организатором Которого является Известная Клавесинистка Профессор Академии музыки Айна Канциема Выступать будет Ренни Заринч Фортепиано Несмотря на то Что Иоганн Себастьян Бах Не писал еще В то время Для фортепиано Так как Такого инструмента В принципе Не существовало И у него Все произведения Писались Как для клавира Например Хорошо Темперированный клавир И он подразумевал Под собой Клавесин Или клавикорд В то же время Сейчас Наше время Исполняются Произведения Конечно же И на фортепиано И известный Пианист Ренни Заринч На фортепиано Исполнит Пятую Французскую Сюиту Партиту номер 6 Такату Доминор А также Знаменитый Итальянский Концерт Все будет проходить В Малой Гильдии 11 ноября В 12.00 Домский собор Представляет Концерт Пикколо За органом Йоланта Баринская И интересно То, что Этот концерт Можно пойти С детьми И если заранее Записаться На экскурсию То Помимо того Что проведут Экскурсию По Домскому Собору А также Детям позволит Подняться Наверх К органу И посмотреть Как выглядит Орган Посмотреть Его устройство И на мой взгляд Это очень-очень Любопытно И так называемая Школьная сумка И нужно Именно Если вы хотите Чтобы ребенок Посмотрел И присоединился К экскурсии Обратиться К администрации Заранее Это в 12.00 10.00 Ноября Еще будет Богема А вот Все-таки Что вам Больше всего По душе Именно Как С точки зрения Музыканта Ну Это Такой Неоднозначный Вопрос Понимаете Тут Одно Дело Слушать Другое Дело Играть Ну А среди Играющих Есть такая Традиция Чем Короче Спектакль Тем Он Лучше Но Что интересно Особенно Это Касается Именно Самого Пучини Большей Части Настолько Разнится Понятие Играть И слушать Великолепно Гениальная Музыка Действительно Гениальная Музыка Его можно Слушать И Купаться В волнах Его Музыки Но играть Это просто Невозможно Просто Невозможно Постоянно Колеблющийся Ритм Это ощущение Как будто Как в троллейбус Нажимать На газ А потом Сразу На тормоз И это Постоянно Происходит Поэтому я Немножко Не сроднился В этом плане Игры Слушать Это совершенно Другое То есть Вам ближе Как раз Не вот этот Веризм Не вот этот Романтический Подход К музыке Действительно Музыка Это просто Сложная Сложная тема У кого Ритм Является Скажем Среди музыкантов Я имею Играющих Музыкантов Ритм Является Основным Таким Основопородающим Формопородающим Голоса Голоса Кульминации Этого голоса Верхушки Все это Вот Ну Здесь наверное Незаменима роль Дирижера Да Конечно Безусловно То есть уже Чтобы и оркестр И солисты Собрались Незага Есть такие Дирижеры Пучинисты Один из таких Дирижеров У нас был Не вылетел Из голов Бывший Главный Дирижер Вот только Что Ну Ничего Богема Про который Мы сейчас Говорили Как раз Будет 10 ноября В 15 В оперном Театре Юрий Прям Буквально На минутку В завершении Нашей Программы Вы сказали Что когда Поступали В Лейпайское Музыкальное Училище То думали Вот буду Педагогом Буду Работать В оркестре А в итоге Судьба Распределилась Иначе Насколько я знаю Вы не преподаете Нет Не преподаю Нет Но первостепенно У вас стала Именно Концертная Практика То есть В первую очередь Вы солист Или все-таки Вы себя Больше мыслите Оркестрантом Ну в первую очередь Я музыкант Мне нет Такого Понятия Разделения На оркестрант Или солиста Это Какой-то Вот Такие полки С названиями Которые мне В общем-то В принципе Совершенно Не нужны Я играю Я играю В оркестре Играю Сольные Программы Играю Камерные Программы Так что Главное Чтобы Это Входило В резонанс Своих Собственных Внутренних Подчеркиваю Именно Внутренних Интересов Потому что Если это Идет в разрез Конечно Происходит Какой-то Дисконфорт Причем Такой Общий Дисконфорт Которым Ты Не можешь Так Не то Что Конфортно Чувствовать Даже не люблю Это слово Конфорт Даже Зона Конфорта Даже Придумали Такое Словосочетание Но тем не менее Должно Какое-то Согласие С самим Собой Внутреннее Согласие С самим Собой Скажу Замещать Вот эти Понятия Оркестра Сольного Музицирования И Камерной Музыки Если Какой-то Дисбаланс Несоответствующий То Понимаете Конечно Это Будет Уже Крем Какой-то Ненужную Сторону Поэтому С другой С другой стороны Что касается Оркестра То К сожалению Оркестр Накладывает Негативный Отпечаток На Струнных Зачастую Не слышно Самим себя Теряется Контроль И поэтому После оркестра Всегда нужно Чистить Пёрышки Что называется Чистить Интонацию И у нас В гостях Известный Скрипач Юрий Савкин Ближайшие Его концерты Состоятся 9 ноября В церкви Ситова Иоанна Программа Времена Года Антонио Вивальти Концерт 15.00 И 18.00 Также Юрий Савкин Выступит С Баховской Программы 7 декабря Также В церкви Святого Иоанна Слушайте Нашу программу Культурная Среда И мы Встретимся Через Неделю Всего Доброго Программа